Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! И это третья часть видео о моей небольшой коллекции косметики Натура Сиберика. И в этой части я вам покажу массажное разогревающее масло. Вот в такой вот упаковке. Насколько я помню, мне подруга, когда делала массаж, немножечко действительно так пекло. Мне это было не очень приятно, поэтому флакончик, ну он, конечно, не полный, но тем не менее потяжелее, чем который я вам покажу сейчас. Но тем не менее, отличное массажное масло. Оно, как бы, знаете, и рука очень хорошо скользит, при этом на теле нет вот ощущения вот этой жирности. Очень такие, знаете, приятные ощущения, масло какое-то такое вот легкое, но реально дает хороший эффект. И второе масло, это тонизирующее массажное масло, пасьон. Вот здесь вот уже осталось достаточно мало, то есть, честно, я им сейчас не пользовалась уже какое-то время, но я помню, что жгло вот это вот разогревающее, и поэтому я пользовалась вот этим. По ощущениям, то есть вот именно как вот скользит рука, по, в принципе, соприкосновению с телом, они одинаковые, ну, естественно, у них просто разный эффект. И это для моей кожи подходило гораздо больше. Единственное, чего меня всегда удивляло, это вот эти вот названия релакс и пасьон, потому что там, где написано релакс, написано, смотрите, разогревающее массажное масло. А вот здесь вот тонизирующее массажное масло, и при этом написано пасьон, страсть. Ну, не знаю, честно говоря, если бы я бы эти называла масла, наверное, все-таки пасьон я бы вот сюда написала, потому что по эффекту даже разогревания, все-таки, наверное, отчет у них какой-то косяк вышел с названиями, но это точно так же, как был косяк в описании вот с этой вот пенкой для снятия макияжа, причем продукт также шикарный, и при этом они чего-то накосячили с описанием. И именно поэтому многие были немножко разочарованы. Хотя, повторюсь, мне лично эта пенка нравилась. Кто смотрит вот это видео и не видел предыдущих, то об этой пенке я рассказываю в первой или во второй части. Но сами массажные масла очень хорошие, в принципе, я вам их рекомендую. Следующее, о чем хочу рассказать, это подтягивающий крем для лица интенсивного действия. Это вот, по-моему, у нас, который с черной икрой идет, вот в такой вот тубе. Открывается. Вот он, такой вот. Очень такой легкий крем. Легко наносится на кожу, впитывается. Достаточно неплохо, как мне кажется. Я им пользуюсь периодически. Знаете, вообще, вот про все такие крема для лица, я могу рассказать просто какие-то, да, свои ощущения. Ну, например, вот про этот крем. Вообще, то, что идет как бы с черной икрой с экстрактами, у многих вызывает аллергию. Лично у меня никакой аллергии вообще ни на какую косметику от натуры Сиберика никогда не было. Мне она подходит. Ну, в общем-то, просто дело в том, что кремами у меня нет такого, чтобы я взяла один крем и пользовалась им, пока он у меня не закончится. Мне это надоедает, поэтому я то одним пользуюсь, то другим. Поэтому, в принципе, мне достаточно сложно сказать, дал ли какой-то эффект тот или иной крем. Плохого точно ничего не было. Ну, безусловно, наверное, какое-то питание, какое-то увлажнение крем дает. Вот. Поэтому, в целом, мне понравилось. Насчет повторю ли покупку я не знаю. Потому что, да, наверное, мне все-таки хочется пробовать чего-то еще новое. Но, в целом, абсолютно точно, этот крем я полностью использую. Ничего плохого про него сказать не могу. Поэтому, единственное, что, конечно, я слышала от многих, что бывает аллергия. Поэтому все это индивидуально. То есть, даже если я скажу, что я его рекомендую, то это не факт, что вам он подойдет. Поэтому тут уже вам решать. Но, в принципе, мне крем нравится. И главное, у него очень такая хорошая, удобная упаковка. То есть, не надо лезть туда пальцами и не нужно ничего выдавливать. Хотя, может быть, это и не очень экономично, потому что наверняка что-то останется там. Ну, не знаю. В любом случае, я покупкой довольна. Еще покажу два средства по уходу за ногами. Во-первых, это активный крем-уход для ног от мозолей. Сейчас попробую прочитать на обратной стороне состав, потому что, как бы, с лицевой стороны все это уже стерлось. В общем, он обогащен депантенолом и витамином F. 75 мл. Там какая-то сибирская писта, белый пчелиный воск и чего-то еще. Вот так вот выглядит упаковка. У меня здесь уже немножко. И вот он такой, знаете, как с пузыриками. Но это он не испорчен. Он как бы изначально вот был такой. Что касается аромата. Ну, в общем-то, ненавязчивый, достаточно приятный аромат. Пользуется им в основном мама. Ну, и я периодически. Ну, что хочу сказать. От мозолей, ну, наверное, если им пользоваться постоянно, может быть, будет эффект. Но я человек ленивый, мама ленивый также человек. И пользуемся мы им только периодически. Поэтому, конечно же, он дает смягчающий эффект. Какой-то, в общем-то, хороший уход. Но вот у мамы есть такие мозоли достаточно сильные. У меня, в меру моей профессии, как бы танцевальной, тоже имеются мозоли. И, знаете, как бы пока ничего сказать не могу. Потому что, действительно, сама виновата, ленюсь пользоваться ежедневно. Вот. Но, тем не менее. А, собственно, размягчить на топтышей мозоли, как сказала моя подружка массажистка, можно развести уксус. По-моему, один к одному, наверное, даже, или один к трём. И перекладывать вот смоченный ватный диск на несколько часов. И за неделю, как она говорит, можно размягчить. Но, опять же, моя природная лень этого не позволяет. И ещё у меня есть маска для ног из этой же серии. Но, вообще, здесь, кстати, как ни странно, ничего по-русски не написано. В отличие вот от этого продукта. Ну, я, как бы, примерно смысл поняла. Наносила на ноги на какое-то время. Но, судя по, как вы видите, по упаковке, там ещё продукта много. Потому что, опять же, моя лень. Поэтому, какого-то суперэффекта я не заметила. Но это не претензия к производителю, а только к самой себе. Но, вот, моя ученица, насколько мы с ней говорили, она покупала вот, по-моему, или вот этот продукт, или вот этот продукт. Ну, в общем-то, она более аккуратный в этом плане человек. Но она сказала, что с какими-то супер-супер мозолями это средство вряд ли справится. Но, тем не менее, если мозоли небольшие, в принципе, чтобы поддержать ноги в хорошем состоянии, то эти средства очень даже помогут. И последнее, что я вам покажу, это у меня интенсивная биооснова и активизирующая сыворотка. Эти два средства шли в наборе. К ним ещё давались вот такие маленькие пластиковые баночки и лопатки, чтобы всё это размешивать. Значит, это у нас биооснова. Ну, вот она такая густая, белая. Кстати, хочу сказать, что для такой основы это очень неудачная упаковка. Потому что очень сложно её оттуда вообще извлечь. В принципе, если честно, вот эти вот пипетки, они вообще очень плохо набирают тот или иной продукт, если он густой. Да, собственно, даже касторку плохо набирает. А здесь прям целая проблема вытащить. Я, наверное, именно поэтому пользуюсь этим продуктом очень-очень редко. Хотя там написано, что как минимум две недели подряд нужно им пользоваться, чтобы был эффект. Но вот как подумаешь, что вот его оттуда доставать. В общем, у меня сейчас вот там половина. В общем, это проблема. И активизирующая сыворотка. Ну, здесь всё гораздо проще. Она совершенно вот жидкая. Набирать её достаточно легко. Всё это смешивается. Пропорции указаны в инструкции. Для... В зависимости от типа кожи. Там жирная, сухая, смешанная и так далее. Ну, в целом, я, наверное, где-то дня 4 ей пользовалась регулярно и потом забросила. Сейчас пользуюсь периодически. Никаких аллергических реакций после у меня не было. Поэтому, в принципе, вполне можно покупать и использовать. Вот единственное, только надо как-то придумывать, чтобы извлечь вот эту вот биооснову. И, наверное, тогда можно уже пользоваться как положено. Поэтому, если вы не ленивый человек, то можете попробовать. Ещё у меня из того, что я сейчас показать не могу, я покупала пасту. Она у меня уже закончилась. Покупала несколько видов. Ну, имеется в виду зубная паста. Хорошие были пасты, несмотря на то, что у них достаточно был ядрёный такой вкус. Но, тем не менее, мне пасты очень-очень нравились. Я уже их сейчас где-то полгода не покупала. И, наверное, соскучилась и повторю покупку. Ещё у меня была в большой бутылке 0,7 пена для ванны. По-моему, называлась «Истрящаяся радость», что-то такое. Покупала себе. Покупала две пены в подарок. Пена шла в такой стеклянной большой бутылке, как вино. И в красивой коробке. Шикарная пена. Вот с тем ароматом, который я брала. Действительно, вот вдыхаешь его и ощущение такой радости. Но у меня не сохранилась упаковка. Саму пену я перевела в маленький флакончик. Ну и просто нет смысла его показывать. Думаю, кто знаком с этой косметикой, знают, о чём я говорю. И ещё у меня было масло для волос. В общем, тоже нет сейчас рядом этого флакончика. Ну, в общем, там вот был вот такой вот по размерам флакончик с притёртой крышечкой. Флакончик был очень красивый, стеклянный. А масло там... Была, по-моему, касторка, репейное масло в составе, ещё что-то. Честно сказать, вот маслом я не смогла пользоваться, потому что, ну, на самом деле просто потому, что пахло именно маслом. Хотя я знаю, что это как раз-таки и хорошо. Но, понимаете, ощущение, что волосы жирные, плюс от тебя ещё воняет маслом, ну, не знаю, я не могу заставить себя постоянно таким продуктом пользоваться. Хотя я понимаю, что именно такие продукты, они есть лучше, лучше, чем всё остальное. Ну, вот, правда, очень противные ощущения. Поэтому я перешла на масло от Ифраше. Так как там также хороший состав, но они добавили туда дужку, очень приятную. И я могу вот с тем маслом ходить хоть целый день дома. Потому что очень приятные ощущения, несмотря на жирные волосы. И, честно сказать, что и вот масло Натуры Сиберика, там волосы более жирные при нанесении становятся. Хотя, опять же, это плюс. Я понимаю, то есть, как человек, который сам изготавливает косметику, я понимаю, что масло от Натуры Сиберика наверняка гораздо лучше. Ну, вот, не могу я себя пересилить. Но, тем не менее, пару раз я им попользовалась. Ну, естественно, ничего плохого не заметила. Поэтому, в целом, могу рекомендовать. И, кстати говоря, ту самую бутылочку я один раз уронила на кафельную плитку, прям вот на пол, со всего размаха. И ничего не случилось с упаковкой. Так что, например, в отличие от Лаокситан, стекло у Натуры Сиберика очень хорошего качества. Так что, если вы избегаете покупки именно продуктов стеклянной упаковки, здесь можно расслабиться и спокойно покупать. Просто почему акцентирую на этом внимание? Потому что у меня есть одна подруга, у которой кот ночами любит разбрасывать все в ванной. И поэтому она старается вот такие вещи не покупать. Но от Натуры Сиберика можно брать смело. Потому что мне привезли в подарок одно средство от Лаокситан в маленьком стеклянном флаконе. И мне его мама уронила на линолеум в комнате, с небольшого вот расстояния. Он раскололся просто в дребезги. А вот эти флакончики очень хорошие. Так что, в целом, вообще, я очень люблю эту косметику Натуры Сиберика. И, в целом, если вы еще не пользовались ей, то рекомендую присмотреться. Весьма достойный продукт. Но то, что у многих аллергия. Кстати, я так понимаю, что это, опять же, говорит о том, что там натуральные компоненты. Поэтому, наверное, просто читайте состав. Возможно, на что-то у вас индивидуально непереносимое. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до встречи в новых видео. Всем пока!